Больше 70 обманутых дольщиков. Какой приговор вынесли алтайскому застройщику за мошенничество в особо крупном размере? Месяц в стационаре одного из пострадавших в резонансной аварии с BMW X6 выписали из больницы. 3000 дополнительных мест в ближайшие годы в крае построят несколько новых детских садов. Наши новости начинают свою работу в эфире в студии Елена Кузовкина. Здравствуйте. Сегодня в России и по всему миру отмечают день борьбы с сахарным диабетом. Только в Алтайском крае этим недугом страдает свыше 100 тысяч пациентов, среди которых есть дети. Медики заверяют, предотвратить заболевание легче, чем лечить. Сегодня в Барнауле этой теме будет посвящена профилактическая акция. В одном из городских центров творчества соберутся общественники, дети, их родители. Цель встречи – убедить людей в том, что диабет не приговор, и жить с заболеванием можно полноценно. Начало мероприятия в 15.00 по адресу Молодежная, 51. Губернатор края продолжает формировать правительство региона. Так, кресло министра образования и науки занял Максим Костенко. Распоряжение подписал Виктор Томенко. Ровно месяц назад Максим Александрович был назначен временно исполняющим обязанности министра образования и науки края. Теперь эта приставка отпала, известно, что Максиму Костенко 43 года, он выпускник социологического факультета классического обуза региона, лауреат именной премии министра труда и социального развития страны, отмечен почетной грамотой Минздрав соцразвития России и наградами Алтайского края. Мошенничество в особо крупном размере и причинение имущественного ущерба. В Новоалтайске прошел суд над директором строительной компании «Стройтактика». Какой приговор вынесли застройщику, расскажет Ирина Корчагина. Он обещал построить 10-этажный дом на 260 квартир. Цена ниже рыночной стоимости, экологичность строительных материалов, теплое жилье, хорошая звукоизоляция. На эту приманку «Стройтактики» поймали 73 человека и два юридических лица. С 2013 по 2015 годы директор компании Валентин Павлов похитил более 145 миллионов рублей. Мужчина получил необходимую документацию для строительства и выполнил ряд строительных работ под видом осуществления законной предпринимательской деятельности. Безвозмездно получая денежные средства граждан, директор общества заведомо не намеревался в дальнейшем исполнять взятые на себя обязательства. Затем Павлов вскрылся за пределы региона и длительное время находился в розыске. На что рассчитывал миллионер, непонятно. В январе прошлого года его задержали в Магнитогорске. А компенсация? Какая компенсация? У него ничего нет, и он, естественно, ничего не даст. Ну, будем надеяться, что нас государство поддержит. Все-таки мы обманутые дольщики. 63 тома. Именно столько составило уголовное дело. На заключительное заседание адвокат Павлова не пришел. Сам горе-застройщик с обвинением не согласен. Говорит, что не совершал хищение. Но вердикт суда однозначен. Виновен. Судья назначил наказание Валентину Павлову в виде лишения свободы сроком на 7 лет и 6 месяцев исправительной колонии общего режима. Впрочем, уже два года из них Валентин Калистратович отбыл в СИЗО. Ирина Корчагина, Андрей Печеркин. Наши новости. Евгения Нагорнева. Одного из пострадавших в резонансной аварии с BMW X6, которая произошла в Барнауле, в середине октября, выписали из больницы. Как сообщили нам в Краевом Минздраве, сейчас пациент находится в удовлетворительном состоянии, однако ему потребуется длительное амбулаторное лечение. Второй пострадавший Сергей Федько, который управлял автомобилем Рено, по-прежнему в реанимации. По словам представителей пресс-службы Минздрава, он вышел из комы, подает признаки сознания, правда, все еще подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Напомним, в страшной аварии 15 октября на Ленинском проспекте Барнаула погибли женщина и две маленькие девочки. Виновник ДТП Александр Руденко находится в СИЗО. В ближайшие три года в Крае построят 14 новых детских садов. Об этом накануне сообщили на оперативном совещании в правительстве региона. На возведение социальных учреждений нашему краю по программе национального проекта «Демография» федерации дополнительно выделят 2 миллиарда рублей. На эти деньги новые детские сады построят в Белокурихе, Рубцовске, Первомайском, Целинном, Тальменском, Залесовском, Топчихинском и Поспелихинском районах. Также четыре дошкольных учреждения появятся в Барнауле. Всего будет создано около трех тысяч новых мест для дышколяк, причем половина для детей ясельного возраста. И в завершении выпуска «Погоде» спонсор прогноза погоды – туристическая компания «Авиафлот». Забронируй новогоднюю сказку с компанией «Авиафлот. Туры в любую точку мира». Забронируй новогоднюю сказку в «Авиафлот». Специальные предложения по турам в любую точку мира. 226666. Сайт «Авиафлот.ру». В крае переменная облачность, преимущественно без осадков. Минус 10 в Бийске, Белокурихе, Юкулунде. На 2 градуса холоднее в Заринске, Зменогорске, Рубцовске. В Барнауле до минус 11 без осадков. Напоминаю, телефон редакции в Барнауле 722 440. Ну а полная картина дня в нашем вечернем выпуске. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова